Хардкор боксинг и в первом поединке этого, забегая вперед увлекательного карда, мы увидим противостояние в легком весе между уже полюбившимися нами боксерами хардкора боксинг. Семен Каманин, Тигран Сагаян. Вес легкий, но бойцы настолько разные, что один из них действительно легкий, но бьет тяжело, второй более играющий. Манера у него бокса обыгрывающая, переигрывающая, более серийный. Ой-ой-ой, хорошо попал. Да, Тигран сразу начал подтверждать свое прозвище, да, то есть в этом сейчас будет как раз и интерес этого боя, потому что Тигран первым номером работает, дает постоянно, накидывает жесткие удары. И здесь, как говорится, насколько хватит ног Семена, готов ли он закручивать, уходить, встречать и проваливать атаки Тиграна. Но пока кажется, что он, Семен, не особо был готов к такому резвому началу со стороны Тиграна. Ну, у них шесть раундов. Да, и большая дистанция. Мне кажется, так нельзя говорить, что он не был готов, потому что они знают друг друга, это раз. И как минимум уже на конференции был небольшой такой мини-бой. А, серьезно? Рубрики «Минутка», поэтому... Да, Александр был хорошо известный. Да, они, да, друг другу известны. Это хорошая штука «Минутка», мне нравится. Да-да, Назиров не понаслышке знает об этом. Знаете, так попадается, вот Тиграна я, оказывается, не первый раз вижу. Я либо объявляю его бои, либо комментирую. Это такой яркий парень, и в этом бою, я думаю, я буду болеть за него. Ну, на самом деле, могу сейчас по первым минутам раунда, да, то есть сказать, что именно как раз Семен пока делает то, о чем я говорил, он закручивает, да, где-то пропускает. Но в то же время Тигран много есть удары, промахивается, да. И это может сказаться именно в долгой, как раз в шесть раундов, может сказаться на нем. Нет, ну смотри, Тигран-то опытный боксер в плане профессионального бокса, то есть шести раундовое противостояние он уже проходил, даже больше. И спорно, да, но боксер боксеру рознь, то есть зачастую где-то, опять же, настроен на бой. То есть по-разному, мы видели уже не раз, что зачастую боксеры, которых мы знаем, и которые уже не удивляют, так скажем, не то, что они удивляются тому, что им могут противопоставить. Тем не менее ошибаются, где-то не настраиваются, где-то подгорают, где-то переживают вот этот вот выход на бой, еще что-то, то есть разные ситуации. Вот сейчас в клинче, да, Семен хорошо разобрался, да. Ну плюс у Семена-то преимущество в антропометрии, 10 сантиметров разница между ними, это все-таки весомое преимущество для легкого-то веса. Ну Тигран сразу сокращает дистанцию, свою дистанцию. Тема интереснее бой для нас, да, как бы, как для зрителя, это очень интересно, противостояние стилей боксеров. Ой, очень плотно. Ну слегка не по цели. Не, да, если Тигран будет доносить хотя бы 80% своих ударов, то Семену будет очень-очень тяжело. А Семен пока хорошо проваливает, в принципе. Здесь, я думаю, что, наверное, все-таки бензобак скажется. Я думаю, что именно количество топлива будет решающим, на мой взгляд. Но я думаю, мы об этом поговорим где-то в конце третьего раунда. Пока-то, в принципе, рановато. Только первый отрезок завершается. Уже завершился. Дело не в том, что сейчас мы увидели начало, в конце какого-то чьего-то бензобака, да. Дело в том, что именно, ну, мне это так лично кажется, что именно Семену с его манерой против Тиграна как раз нужен именно хороший бак. Он делает свою работу. Он идет первым номером. Держи правую руку на месте. Он бьет этот скачок. На его скачок левым боковым или снизу к антре, уходи в левую сторону. Понял? Заканчивай вблизи атаку по печени. Печень, голова. Печень, голова. Или сдвоивай в печень. Не торопись. Не втыкайся в него. Ты втыкаешься в него, он тебя держит. И все, и ты путаешься в руках. Выбери ту дистанцию, где ты можешь сделать какие-то удары. Договорились? Ага. Хорошо? Так все хорошо. Продолжение следует... Чем круто это первый раунд? Тем, что никакой разведки не было. Потому что когда бои на длинную дистанцию, реально боксеры первые два раунда присматривались. Это говорит о том, что бойцы друг друга знают. По минутке, да? То есть в течение 60 секунд они изучили друг друга? Я думаю, что и до минутки они друг друга знали. Потому что я слышал, что они где-то пересекались, как минимум, на сборах. И поэтому я думаю, что они знают друг друга. А в минутке кто забрал? Ну, у нас же в минутке нет победителей. Ну, а визуально? Ну, а визуально? Визуально было жарко. А почему в бою Емеляенко Дацик был победителем даже в минутке? Ну, там, что называется, пришлось остановить. Потому что иначе было бы что-то неповторимое и не ужасное могло бы быть. Картина в начале второго периода не в периоду, в второго отрезка. Прошу прощения, да, я на хоккейную манеру уже перешел. А в начале второго раунда не меняется. Тигран прет, а Семен сдерживает, скажем так, натиск соперника. Мне вот будет интересно понаблюдать, как в четвертом раунде они будут работать. Хватит ли Тиграну, что называется? Ой, 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 что по корпусу от Тигран, да. Ой, какая сильная серия. То есть подряд две серии, шикарно. И продолжает, продолжает Тигран. Прессинг, прессинг, да. Не толкаем. Ну, Каманин тоже пару раз ответил и по корпусу дальше пошел. Ответил Дуна, ну вот как раз угол Каманина и говорит ему, не заставивайся, не ведись именно на Тиграна, манеру Тиграна. Но Каманин, типа, готов принять этот бой, но насколько это... Это про мячу будет. Да, ну, мало ли, может быть, ну и хорошо сейчас попал. Ну, просто зачем Каманину с его преимуществом в антропометрию и в какой-нибудь ближний бой, как, например, сейчас? Ну, зачем? Нужно вот, да, отойти на ножках. Тигран как будто чуть почувствовал кровь сейчас и не отпускает его. Тигран, как минимум, в первую очередь обрабатывает корпус, чтобы замедлить, да, чтобы сбить дыхание и перейти уже потом, когда Семен более остановится, и уже снести его, попытаться, да, в своей манере. И у него это, на самом деле, неплохо получается. Это сейчас попадание от Сыгаяна-то было неплохое. Неужели так 6 раундов он с фанатом работает? Я думаю, да. Так, небольшая пауза у нас в ринге, наверное, на руку обоим. Подсказывает бить между рук Тиграну. Прямо это вроде находится далеко от нас, но звук мы слышали, прям очень отчетливый. Да, как раз дал Тигран себя ударить и потом вот прям с уходом в сторону, пух, хорошо прям вложился в левый боковой вот тут. Сейчас хорошо, Семен. Правый. Ну, я думаю, что этот Тигран позволяет ему бить эти удары, и он готов к этим, он их готов принимать для того, чтобы сократить дистанцию и контратаковать. Ой, прям. Ну, куда-то в лобость плеча он попал. Но, тем не менее, было звучно. Хорош, хороший бой, мы смотрим прям на загляденье. На высоком темпе, на хороших скоростях, действительно, это прям, ну, такие бои интересно смотреть, и, что называется, не моргать, потому что в любой момент может что-то произойти. Тем более, это еще легкий вес, то есть мы говорим о том, что бой может закончиться досорочно, в легком весе, где, в принципе, все поединки обычно проходят всю дистанцию. Ну, все же, получается, родной. Чуть-чуть легче, и все четко, вовремя будет залетать. Понял? Один пробил, а где развитие? Да. Он тебя держит, как только он расслабился, левую вытаскиваешь и по печени. Понял? Слышно? Нахер тебе его силовой бокс, объясни мне. Он тебе не нужен, Сема, вообще. Ты слышишь меня? Дыши через нос, в рот. Дыши, Дыши, Сема. Продолжение следует... 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 Да, бесспорно. Но все-таки, когда человек надеется, он может переломить, в конце концов, Тигран тоже скажет, слушай, чувак, ну сколько тебя можно бить, ты уже реально, я уже устал, а ты как резиновый ослик, тебя бьешь, бьешь, и тебе все нипочем. Мне кажется, или чуть-чуть Тигран сбавил обороты, по крайней мере, по первым секундам. Да, 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 ну, мне кажется, он пытается его сейчас... А может он специально сделать, провоцировать? Да, 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 вытащить, вытащить, потому что он первым номером прет и не получается. Сейчас именно можно решить попробовать на настреку. У него получается просто, может быть, он хочет посмотреть другую ситуацию? Нет, не получается именно найти то самое удара, который будет решить этот исход боя. Сейчас, мне кажется, он именно ищет навстречу удар, то есть он чуть тянет. Ты думаешь, он зациклен на нокауте? Я думаю, что да. По крайней мере, вся его манера, то есть говорит именно об этом, чтобы снести своего соперника, просто вот прям переехать, что называется. Когда ты зацикливаешься на удар, обычно ничего хорошего не заканчивается. Вот здесь не может быть не то, не столько он зациклен, просто именно манера. Ну, то есть есть люди, которые они хотят именно выигрывать нокаутом. И вот, ну, вот он бьет, 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 и он хочет переламывать. Бьет, 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 но тут не падает. А вот в этом, понимаешь, вот здесь как раз, ну, лично мне кажется, Тигран сейчас хочет именно поймать его навстречу удар. Да, 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 вот он ищет этот момент, он дает где-то Семену чуть побить, но тут же, видать, ему что-то поднадоело, он опять пошел вперед. Поэтому, ну, на самом деле, я в очередной раз скажу, что это очень крутой бой. Не надо отдать должность Семену, очень крепкий парень, такой прям. Бесспорно, с характером у него все в порядке, да, то есть как бы, ну, только Вася правильно сказал, что предложить ему действительно нечего, чтобы перевернуть этот бой с ног на голову. А ему сейчас нужен только переворот, то есть конкретно это либо нокдаун, либо тупо сейчас все остальные три раунда забирать. Кстати говоря, вот так, если пофантазировать, а действительно нокдаун спасет ли Каманина в этой ситуации? Ну, опять же, с условием того, что он будет забирать все последние раунды, да, конечно, способен. Он остался два раунда, этот и под шестой. Да. Спасет ли нокдаун, не знаю, просто пока получился Сагаяна. Нет такого вообще, нет. Опять же, если он выиграет, то есть сделает один раунд, пару нокдалгов в раунде, почему нет? На 10-7 рассчитываю. Все может быть. Нет, ну это фантазия, да. Фантазия, да. Давайте вернемся к Коилу. 2 секунды. Давайте к реалии. Но, действительно, Тигран чуть-чуть остановился, и он больше вызывает. Вот, 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 вот как раз то, про что я говорил. Он встал и заставляет Семена идти и вызывает Семена бить. Не встал из-за усталости? Нет, нет, нет. Это именно, я говорю, он ищет именно навстречу удар. То есть, это как раз говорит о классе боксера, что он пытается что-то поменять. Поменять рисунок боя. И это как раз круто на самом деле. Родной, я сейчас хочу. Последний раунд, ребята. Пик твоего бокса. Ты можешь отработать все три минуты темп высокий? Последний раунд, ребята. Спасибо. Ты слышишь меня, родной? Я хочу, чтобы ты сейчас показал все, что у тебя осталось. Хорошо? И чтобы ты в конце, после боя, мне сказал, что ты действительно устал. Понял меня? Ну, сейчас найди лазейку и ударь правой рукой. В голову. Он после бокового роняет руку, после джеба роняет руку. Все, мы акцент на правую руку сейчас. Попал, развивай действием. Понял? Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вот крайний раунд. Посмотрим. Мне кажется, сейчас Тигран будет переть. О, обнимавки. Да, можно сказать, что для хардкора это чемпионские раунды, да? Да, все, и пошел, и пошел. Вот в своей манере, и в своей манере. Вот, вот, вот. Залежай, залежай. Семен зажал одну руку. О, вот. Что-то как-то попер. Как будто Тигран экономил все это. Ощущение, будто его опять дозаправили, да? Все пять раундов, как будто он экономил. Или он нитро включил, да? На кнопочку нажал и... Да. Ну, вот сейчас Семен уже действительно не знает, что делать. Сейчас он включил ноги. Вот мне кажется, надо было вот так на отходах ему работать изначально. Все, а Тигран все больше и больше начинает попадать четкими одиночными ударами. Вот, да. И по корпусу в клинче, и апперкот, и все есть в манер. Вот сейчас есть момент как раз тот, когда Тигран в первые три раунда, там, или первый раунд, он шел, именно пытался сквозь, пройти сквозь Семена. Сейчас он дошагивает до Семена и бьет. Это вот как раз, мне кажется, то, чему ему маленько не хватало. Его желание, оно ему чуть-чуть мешало снести его. И сейчас вот он более яркий, более открытый такой. Стоп, стоп, не поворачивайся. Прям больше попаданий четких, естественно, что его работа сказалась. Все, сейчас, кстати говоря, Каманин неплохо его атаковал. Ну, это капля в море, да. Да, сейчас, кстати говоря, Тигран может действительно завершить, будет это срочно. На самом деле, я уже думал, что не будет завершения. Семен реально показал, что у него с держалкой все хорошо. Ну, хотя... Я сказал слово «может», «может». Нет, 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 я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Спасается в клинче Каманин сейчас. Ой, печень, печень, да. Мне уже даже в моменте как-то стало не по себе. Что? Да, да, да. Что у нас здесь происходит? Семен вяфиг. Ну, Семен вяжет, спасается, потому что, ну, без вариантов. Реально, иначе его просто разнесут. Он вроде бы блок держит, а я вижу его лицо, вот эта волна ударная идет по лицу. Да, даже через блок, оно настолько Тигран сильно бьет и много бьет, что разбивает его блок полностью. Последние секунды 30-40 Каманин представляет себе какую-то грушу, прям принимает и принимает. Он чемпионский характер проявляет. Безусловно, это характер, морально волевые, никто же не спорит, но мы-то все-таки стараемся оценивать именно действия в ринге. Ну, это еще раз говорю, это подчеркивает именно, что Тигран реально крутой боксер. То есть, ну, прям он готов эти все шесть раундов просто к войне. По-другому я не могу это назвать. Семен два раза попал сейчас даже. Выдержать в таком темпе шесть раундов просто, это просто как заведенный. Вышли его, вышел и молотит от начала до конца. Десять секунд остается. Вот, попытался взвинтить темп Семен, но и тут же перехватил Тигран. Спасибо, ребята. Хороший бой. Очень классный бой. Снимаю шляпу, да, перед обеими боксерами, потому что реально очень круто. Резюмеры, что Тигран показал реально бокс, хорошее выступление, а Семену респект за морально волевые. Да, морально, да, бесспорно. Потому что, ну, столько пропускать и столько все равно идти вперед, это тоже дорогого успеха. Хорошо, вопрос такой. Хоть один раунд отдали бы Семену? Нет, без вариантов. Да, конечно. Но он как начал, так и закончил. Что-то он варенье какое-то съел, по-моему. Может, подойти страсть, что-то там в чем питаешься, да? Нет, мне кажется, Назир по-любому подойдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Уважаемая публика, люди хардкора, ну и перед тем, как я объявлю официальный результат, давайте поблагодарим парней за этот поединок. Это было очень мощно. И после шести раундов бокса единогласным решением судейской бригады победу одержал Чигран Сагоян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот я смотрел бой и думал после второго раунда, ну все, он два раунда работает в таком темпе, в третьем уже, короче, подустанет. Смотрю, ты в третьем, короче, в таком же работаешь темпе. Я думаю, ну все, три отработал, в четвертом устанет. Нет, четыре работаешь. И так до шестого. Ты, в принципе, сохранял темп все шесть раундов. Скажи, на сколько ты раундов был бы готов в таком темпе работать? Друзья, всем привет. Ну, честно, мы к бою готовились очень хорошо. Я бы вывез, думаю, десять раундов, но так как регламент шесть, мы работали шесть. В пятом раунде мы выждали небольшую пазу, чуть-чуть продышали, чтобы отдать все силы в последнем шестом раунде. Он такой плавно бой был, и вроде мы с ним хорошо справились. Да, справились точно отлично. Какие дальнейшие планы, есть ли тот, кого ты хочешь вызвать, и что вообще скажешь? Бодрова, Бодрова. Ну, честно, хотел бы... Я подсказываю, подсказываю. Да, честно. Бодрова, Бодрова. Хотел бы вызвать Бодрова, Виталия, на бой в перчатках. Я ему на кулаках тоже бы бросал вызов, но ответа я так еще не услышал. Думаю, в ближайшее время он ответит на мой вызов, и мы встретимся с ним в этом ринге. Что хочешь сказать, помимо этого? Спасибо. Да, поблагодарить всех, кто причастен к тому, что я выступаю на этом ринге во главе с Анатолием Сульяновым. И, Эдам, спасибо вам большое. Буду радовать вас в дальнейшем своими боями, буду готовиться еще лучше, и бои будут еще намного зрелищнее. Всем спасибо. И, да, это не оговаривается моему тренеру Кукоеву Казбеку. Огромное спасибо, я ему благодарен за все, и то, что он всегда присутствует на моих боях, всегда находится рядом со мной. Спасибо большое. Всем спасибо. Молодец. Семен, ну хороший бой, несмотря на результат. Очень хороший бой, я думаю, как минимум много опыта ты из этого поединка вынесешь. Есть над чем работать с тренерским штабом. Все ошибки, думаю, разберете, и в следующем бою выйдешь еще сильнее. А так, поделись эмоциями, и думаю, тебе тоже есть кому сказать спасибо за подготовку к этому бою. Да, Семен, извини, я, извините, я хотел бы еще поблагодарить Семена за такой шикарный бой. Спасибо тебе большое. Спасибо. Насчет боя хочу сказать, мне лично он не понравился. Очень плохо я провел сейчас бой, я думаю, мой тренерский штаб так же считает. Будем готовиться лучше, надо что-то менять тогда, что-то делать. Я как будто бы сам не свой вышел, потерял всю работу, потерял инициативу. В шестом раунде просто уже от нечего делать, пошел порубился. Не знаю, спасибо моему сопернику Тиграну Сагаяну. Ничего отличного, только уважение к нему. Хороший спортсмен. Хочу поблагодарить за подготовку Умара, Максима, моего менеджера. Я к этому бою готовился с очень хорошим испаринг-партнером, с Мартином Джуаряном, с Исламом Думановым. Но, видимо, сегодня не мой день, я не знаю, что-то надо менять. Вернусь сюда и буду лучше. Я обещаю. Спасибо всем. Правильно, хороший настрой. Молодец.